Мужские обязанности Мужские обязанности Следующая обязанность мужчины Это содержание семьи Он должен обеспечивать Средствами для жизни Семью Причем интересно знать, что Веды не прописывают для женщины Такую обязанность Потому что у женщины много других обязанностей И для женщины не прописано, что она обязательно Должна содержать семью Что типа, если женщина не работает Значит она грешит по отношению к семье Веды говорят, что женщина Если работает слишком много Она грешит по отношению к семье Потому что она не уделяет в этом случае Достаточно времени Для того, чтобы семья функционировала нормально Правильно И так далее То есть есть много обязанностей Мужчины и именно свои обязанности Он должен выполнять Допустим, мужчина говорит Ты работай, я буду тебе готовить Это неправильно, потому что твоей обязанностью Является работать А не обязанностью жены Является работать То есть каждый должен в семье Выполнять свои обязанности Обязанности женщины Первая главная обязанность женщины Это Принять мужа как старшего в семье Это не значит, что не иметь свое мнение Но принять его как старшего Потому что мужчина может развиваться И становиться развитым человеком Только в одном случае Если его принимают как старшего Если его не принимают как старшего Он не развивается как личность Понимаете? Потому что Как бы Я сейчас приведу вам такой пример У каждого мужчины В психике есть Как бы Вот одно свойство Сражаться Или воевать Когда мужчина воевает Он не развивается Он не развивается Он просто воюет И все И все остальное для него не интересно Но это такое Петушинное свойство Понимаете? Как бы Когда петух дерется Он как бы Особо не думает Как ему дальше жить Чем заниматься И если Вот это петушинное свойство Женщина в мужчине разжигает Тем, что она не подчиняется ему То мужчина Он не может Не развиваться как личность Не быть спокойным Он просто сражается с женой постоянно И все У него нет другого занятия Он пытается ей доказать Что он прав Все время То же касается То же самое касается Мальчиков Маленьких мальчиков Любых Допустим Если мать Постоянно Как бы Терроризирует Своего сына Пытается его унизить Как бы Заставляет его что-то делать Грубо с ним себя ведет То он Постоянно с ней воюет И он не будет развиваться Как личность Поэтому веды говорят Что Мужчина должен воспитывать сына А женщина Если у нее нет мужа Она не должна Как бы Жесткость Жесткий стиль Отношений с сыном выбирать Иначе он превратится Просто в монстра Но все вот эти вот В основном Статистика есть такая Что все Извращенцы Садисты Вот эти Мазохисты Они все были воспитаны Матерьми В жестком стиле То есть Когда мужчина Чувствует Неподчиненность женщине Вот этот напор Женский на себя Он звереет Он становится Неуправляемой личностью Потом Понимаете Поэтому женщина Должна даже с сыном Вести себя Смиренно Помните У Некрасова Стихотворение Семья-то большая Всего мужиков-то Отец мой Да я Ну то есть Мужичок с ноготок Называет стихотворение То есть Мужику было 7 лет Он вез санки Как бы Санки с дровами И к нему подошел И спросил человек Откуда дровишки Он говорит Из леса увезти мы Вот Отец Видишь рубит А я отвожу Вот Он говорит Ну семья-то у вас Большая Он говорит Семья-то большая До 2 человека Всего мужиков-то Отец мой Да я Вот так надо Воспитывать Своего сына Он должен Мужиком Себя чувствовать С 5 лет До 5 лет До 5 лет Как бы Веды говорят Мальчик может Спать с мамой И чувствовать себя Ребенком Но когда ему Исполняется 7 лет Она должна Оторвать его От сиськи И как бы Отдать его отцу На воспитание И отец должен Воспитывать Ребенка в строгости Мальчика надо Воспитывать В строгости Не позволять ему Шалости никаких То есть Строго себя с ним вести И он должен Чувствовать себя Мужчиной Понимаете 7 лет уже Вот это Правильное воспитание И в этом Стихотворении Показывается Семья В котором Правильные традиции Правильное воспитание Идет Девочку надо Воспитывать Очень нежно Аккуратно Никогда ее Не наказывать Имеется ввиду Ну физически Наказывать Только морально Вот А мальчика Надо очень строго Воспитывать И даже Можно его По попе Шлепать И Как бы Ну строго Наказывать Потому что Мужская психика Так устроена Что мужчина Понимает только Поступки Допустим Если жена Ему говорит Пожалуйста Иди работать Сколько можно Дома сидеть Он говорит Ну я не нашел Себе работу Подходящую Вот когда я себе Найду работу Которая Мне соответствует Как мужчине Тогда я пойду Работать И проходит Год-два Жена работает Муж не работает Все бесполезно Какой выход Женщины Какой выход Деньги не давать Хороший вариант Хороший Или вообще Просто перестать работать Семья начинает голодать Кто первым Пострадает В этой ситуации Жена Почему она пострадает Жена же не кушает Она Клюет Она пошла К подружкам Там поклевала Здесь поклевала И все Детки тоже Там можно Тоже где-то Там поклевалась Там принесла Кто-то Кто-то Ребенку То принес То принес И все Понимаете Ребенок Подклевывает Жена Подклевывает А мужу Надо Жрать Понимаете А не подклевывает И жрать Каждый день Так как Жрать Нечего Он как бы Пойдет И будет работать То есть Мужчина Мужская психика Просыпается Когда Она просыпается В критических Ситуациях Жизни Мужчина Как бы Это классически Вот это Как бы Описано Вот это Классически Илья Муромец Он спал на печке Пока война Началась А когда война Началась Он стал Великим Богатырем Понимаете То есть Мужская психика Она такая То есть Он или спит на печке Или воюет Одно из двух Понимаете То есть Он не может Как женщина Всегда заботиться Беспокоиться О чем-то Ему нужна Критическая ситуация Чтобы была создана Поэтому Если муж не работает Надо создать Критическую Ситуацию И он пойдет Работать Ну то есть Слова просто На мужчину Не действуют Как бы Не пробивают Его психику Слова Он не понимает Слов Понятна Система Нет Вот это Называется Намитика Карма Воспитание Мужа Воспитание Детей Муж должен Воспитывать Жену Должен заботиться Они должны Друг о друге Заботиться Первая обязанность Женщины Это послушание Вот Вторая обязанность Женщины Она должна Заботиться Любить Она должна Отдавать Свою любовь Семье То есть Должна Кормить Семью Должна Стирать Белье Там и так далее Должна Чистоте Квартиру Содержать Она должна Не изменять Не изменять Мужу То есть Верность Сохранять Семье Думать О том Что я Единственная Верна Вот Одному Человеку Потому что Если у ней Хотя бы Идея Есть Какая-то Что это Совсем Тот человек Не достался То муж Начнет Гулять От этой Идеи Женщина Создает Среду В которой Семья Живет Психическую Среду Если Создание Психическая Среда Создана Немножко Неправильно То тогда Начинаются Отклонения В поведении Детей И мужа И так далее Понятно Женщина Создает Среду А мужчина Отвечает За жизнь Всех В семье И так Они счастливо Живут Друг с другом При этом Если они Не молятся Значит Счастья Все равно Не будет Потому что И вонять Понятно Да То есть Первое Нитья кармы Никто не отменял Дальше Камья Карма Следующий вид Кармы Очищающий Жизнь Человека Это Означает Что человек Должен Совершать Поступки В своей жизни Которые Дальше Потом Дадут ему Возможность Зарабатывать На жизни Это не является Греховной Деятельностью Каждый человек Должен Выучиться Где-то Чтобы потом Получать Зарплату И работать На благо Общества Это называется Камья Карма Вот Есть еще Разные Другие Проявления Камья Кармы Например Человек Должен Совершать Пожертвования Он должен Сажать Деревья Он должен Кормить Птиц Он должен Жертвовать Тем людям Которые В старости Вот как Совершать Пожертвования Большинство Людей Думают Что надо Совершать Пожертвования Тем Кто сидит на улице И просит Милостыню Их этих людей Просто надо Кормить Человек Вышел на улицу Руку протягивает Ему вот руку Можно класть Только еду Если ты ему Кладешь Деньги Значит Есть вероятность Что он Их пропьет Поэтому Это не будет Благочестивой Деятельностью И вы не получите Плодов Хороших Для своей Судьбы То есть Надо давать Только пищу Но есть люди Которым Можно давать Все что угодно Это люди Которые Нуждаются В нужде Живут Они обычно На улицу Не входят Они просто Мучаются Перебиваются Понимаете То есть Есть много Пожилых Людей Которые еле Там Концы с концами Сводят Вот Допустим Если рядом С вами Такой пожилой Человек Живет О нем Надо заботиться У вас Допустим Ну Булка хлеба Это все равно Не так дорого То есть Это не такие Большие деньги Допустим Взяли Хлеб в молочке Замочили И отнесли Ему булочку хлеба Ему на три дня Хватит Понимаете Но вы Как бы будете Совершать Такой поступок Мощный В своей судьбе Что вы даже Представить себе Не можете Вот смотрите Допустим Вы даете ему Самое главное В жизни А карма Так работает Что если человек Дает самое главное В жизни Кому-то То он получает Тоже по судьбе Самое главное Удача Что такое Удача Удача Это сила Которая Которая Приходит К тому Человеку Который Дает самое Главное Кому-то Вот допустим Вы накормили человека Который с голоду Умирает Так Кормите его Приносите ему пищу Чуть-чуть Чуть-чуть Каждый день Что произойдет В вашей жизни В результате Допустим Вам нужна Очень сильно Нужна квартира Допустим В жизни Вы чувствуете Что уже все Вы не можете Тесно жить И судьба Вам даст Квартиру Как судьба Дает квартиру Трудно Вам это Мне рассказать Но появляются Благоприятные условия Для того Чтобы ее купить Или кто-то Хорошо зарабатывает Начинает Можно там Взять займы Или еще что-то Ну то есть Хорошие условия Для того Чтобы купить квартиру Появляются Понимаете Это называется Удача Часто у людей Возникает удача В жизни Благодаря тому Что они совершали В прошлом Добрые дела Вот это так Система работает Понимаете Большинство людей Как живут Они говорят Надо зарабатывать Много денег И тогда будет Нормальная жизнь Работу надо Хорошую найти Хорошо Ищи Ищи работу Почему ты не можешь Ее найти В чем причина Чего не хватает В супе Не хватает Благочестия Если у человека Хватает благочестия Ему даже искать Эту работу не надо Ему саму предлагают Ему приходят Говорят Ой у тебя нет работы Какой хороший человек Нам такие нужны Все Понимаете систему Или нет Что некоторые люди Ищут Но найти не могут А некоторые Не ищут И находят То же самое И мужа Допустим Если много благочестия У женщины И не надо искать Мужа Она в 20 лет Выходит замуж Хорошо И всю жизнь живет С этим человеком Все Хватает благочестия Значит Поэтому главное Что человеку нужно копить Это не деньги А благочестие Я вот никогда В жизни Деньги не копил И не собираюсь Я живу До сих пор Снимаю просто Дом Я снимаю дом В горах Домик такой Небольшой Снимаю В горах И живу Работаю В деревне Кругом Куры Как бы бегают Красиво очень И мне хорошо Очень там жить У меня есть Много друзей Много людей Которые Как бы Помогают Мне во всем Ну как бы Я если привожу Какие деньги Я отдаю Как бы деньги На развитие Наших проектов А там Где я работаю Я вообще Не получаю Зарплату Я живу На пожертвования С тех Кто Меня как бы Ну на лекциях На пожертвования С лекцией И то мне много То есть я отдаю Постоянно На развитие Фирмы А на фирме Я вообще Не получаю Зарплату Все деньги Отдаю Сотрудникам И мне Очень хорошо Жить Мне нет проблем Чего Почему Таким Сомнением Смотрит Подозрительно Я понял Один закон Что человек Живет силой Благочестия А не силой Своего финансового Положения Понимаете Силой Благочестия Живет У меня есть Такая мечта Что мне домик Построят Мои сотрудники Сами Их не буду Об этом просить Они сами Если захотят Построить Они уже хотят И в таком доме Благословения Жить Которые с любовью Для тебя Сделали Твои друзья Понимаете Не сам Ты себе Сделал Ты им Отдаешь Все Они тебе Отдают Когда люди Таким образом Живут Они счастливы Понимаете Но не факт Что вы можете Так же жить Потому что Для этого Надо достаточно Благочестия Иметь Чтобы так жить Я уже Столько лет Читаю лекции И помогаю людям Поэтому Господь дал мне Такую возможность Так вот жить Не думать о своих финансах Просто помогать людям И все Я знаю Много таких людей Допустим Мной духовный учитель Он не только Помогает людям Ему 60 с лишним лет И он ездит По всему миру У него много учеников Во всем мире Десятки тысяч учеников Он сам индус И он имеет Такую судьбу Что его родители Они были Слугами Бога Тоже Жили Это религиозные люди Его родители Он родился В религиозной семье И с 21 года Он Принял Отреченный образ жизни А в 24 года Он стал Духовным учителем 24 года Он стал Духовным учителем Сейчас Ему 60 с лишним лет Набладает Такой духовной силой Что Просто одно слово Он говорит И это всегда Сбывается Вот И он Никогда не думает О деньгах У него нет Имущества Никакого Но Он ездит По всему миру Как он ездит Не на лошадях Понимаете Он летает На самолетах По всему миру И как бы Вот если посчитать Его за год Допустим Расход То это получается Десятки тысяч долларов Кроме того Он строит Несколько храмов Одновременно Строит в разных местах Индии Строит несколько храмов На деньги Которые ему жертвуют Кто ему жертвуют Его ученики Зачем они жертвуют Потому что Они понимают Что он святой человек И лучше Святому деньги Человеку отдать Чем самим тратить В этом больше Как бы счастье получается Понимаете И Я знаю Много таких Порядка 60 духовных учителей Я знаю Которые Не то что сами Как бы обеспечивают Свои поездки Они строят храмы И когда ученик Бедный Несчастный Приходит Он ему так же Помогает жить Хотя сам он не работает Он просто получает Пожертвования От тех Кто хочет ему дать И он берет Не у всех Если он видит Что человек Неправильные мотивы имеет Он говорит Я не возьму У тебя деньги Вы так как-то Подозрительно Опять на меня Смотрите Ну понимаете Ведь разные люди По-разному живут Все зависит от знания Сколько знаний Человек имеет Если человек Жадный по природе Он постоянно Мучается От нищеты Давайте Изучим Эту тему Смотрите Если взять Допустим Людей Которые постоянно Просят милости На улице Почему они это делают Потому что Они самые жадные Из всех жадных Они очень сильно Хотят денег Поэтому Господь Вообще Им ничего не дает Если взять Допустим Любого Достаточно Состоятельного Человека То он не сильно Думает о деньгах В своей жизни У него как бы Больше идей Какие-то планы В жизни Он не сильно Вот об этих Деньгах думает Чем более Жадный человек Тем тяжелее Тяжелее Ему Деньги Привлечь В свою жизнь Понимаете Поэтому Веды и говорят Для того Чтобы деньги В жизни Были Надо учиться Оторваться От собственной Жадности Надо учиться Отдавать Отдавать Допустим Если вы говорите А мне нечего Отдавать У меня нет денег Хорошо Если ваша жадность Привела вас В такой нищете Что вам нечего Отдавать Есть один метод Садитесь И повторяйте Я желаю Всем счастья Отдавайте Своё внутреннее Тепло Людям Или молитесь За людей Просто Пройдет Немножко Времени У вас Появится Работа У вас Появятся Нормальные Друзья Сначала Друзья Появятся А потом Друзья Вам помогут Найти работу Такой метод Так это все Действует И так далее И постепенно Жизнь наладится Кто мне не верит Поднимите руку Ну честно Ну как бы Кто-то не верит Но никто не поднял руку Ну так или иначе Вам надо дальше Изучать эту тему Потому что Я вам примел Разные примеры Кто как живет И вы должны Из этих примеров Сделать какие-то выводы Вывод один Если у меня Нет денег Я мучаюсь Я в нищете нахожусь Значит у меня Жадности больше Чем благочестие в жизни Вот и все Карма так действует Что никто меня не любит Никто не уважает Поеду на болото Наемся же Понятно Понимаете То есть Ну как бы так Карма действует И такой будет результат Соответственно Итак Камья карма Означает Делать добрые дела Чтобы получить Нормальную жизнь Чтобы жить спокойно Не беспокоиться О деньгах О своих О каких-то трудностях И так далее Понимаете То есть Спокойная жизнь Приходит к тому Кто постоянно Делает добрые дела Можно делать На тонком плане Добрые дела Если нет денег Если деньги появляются Можно делать На грубом плане Добрые дела То есть Кормить птиц Кормить людей Кормить собачек Помогать всем Кто нуждается в помощи Вот так вот Дальше Прощита карма Следующий вид кармы Деятельности Очищающей Человеческое сознание Прощита кармы Что это такое? Это раскаяние Прощита Прощита кармы Это раскаяние Это очень важный Вид деятельности Потому что У каждого человека Есть поступки Которые Как проклятие Висят на нем Допустим Сейчас очень многие Бросают мужей Жен Уходят От близкого человека Когда человек Бросает близкого человека У него в сердце Появляется Такой холод Определенный Такой холодный Замок психический Который не подпускает В сердце Никого больше Вообще То есть Человек не может Не жениться Мужчины обычно Когда этот замок Вешается Они очень много Меняют женщин То мужчине В принципе Притянуть женщину В своей жизни Не сложно То есть Мужчине не сложно Найти себе девушку Не сложно Вообще Но вот Чтоб она стала Его женой В этом проблема То есть Если мужчина Бросил Свою жену Ему потом Нормальную семью Создать Очень сложно Бывает так Что его жизнь Наказывает серьезно Если человек Серьезно бросил Так очень жестоко Бросил Свою близкую Тогда Приходит наказание Знаете Как наказание действует Интересно Это все происходит Он находит Сразу же В жизни Человека Которого Сильно Начинает любить Очень Быстро Находит И он Несколько лет С этим человеком Живет С девушкой Он ее Сильно Безумно Любит И она Она потом Жестоко бросает Его Точно так Как он Бросил И он Потом Сильно Мучается За это Женщина Обычно Когда бросает Вообще Не может Никак Семью Создать Она Просто Одна Живет И все Теперь у вас Возникает Вопрос Что Делать Если Близкий Человек Еще не Женился Попытайтесь Вернуться К нему Назад Вы скажете Нет Только Нет Не волнуйтесь Не волнуйтесь Я сейчас Вам расскажу Кое что Попытаться Вернуться Это не значит Еще вернуться Понимаете Если Богу Не угодно Вы все равно Не будете Вместе жить Но если Вы попытаетесь Вернуться Раскаетесь Перед Ним Скажите Я хочу Вернуться Назад Если Он вас Примет Назад Значит Так хочет Бог И у вас Все будет Хорошо В жизни Поверьте Мне А если Он будет Сопротивляться И не захочет Как бы Чтобы вы Вернулись Вы попытки Эти совершаете Вновь И вновь И в какой-то Момент Ваше сердце Наступит Какое-то Облегчение А потом Если вы уже Поняли Что назад Вернуть Ничего нельзя Надо начать Раскаиваться В своем поступке Раскаиваться 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 И в этом Раскаивании Будет Много времени Много дней Надо раскаиваться В первое время Вы будете Не понимать Зачем я Раскаиваюсь Зачем я На эту лекцию Вообще сходила Послушала Этого очкарика То есть Вы будете Сначала Думать Ну что же Такое Зачем я Этим Вообще Занимаюсь То есть У вас Не будет Идеи Никакой Зачем Это надо Делать Первое Время Пройдет Некоторое Время И ваше Сердце Придет Чувство Что вы Очень сильно Виноваты Перед этим Человеком И поэтому Вы и мучаетесь Своей жизни Вы реально Начнете Чувствовать Его страдания Как он Мучился Все это Время Вы реально Почувствуете Свою вину Первый этап Раскаяния Это ощущение Вины Человек Начинает Чувствовать Что он Виноват Потому что Карма Так действует Если человек Жестокий поступок Совершает Самая большая Проблема Знаете В чем Заключается После жестокого Поступка Человек Теряет Возможность Понять Что он Виноват Вот это Самое ужасное На самом деле Что с ним Происходит Он думает Что все нормально Никаких проблем Нет Он не чувствует Своей вины И поэтому Не чувствует Опасности В своей судьбе И вот в этом Заключается Самая большая Проблема Итак Первый этап Раскаяния Снимает Вот эту Пеленю Заблуждений Человек Начинает Чувствовать Что он Виноват Следующий Этап Раскаяния Приводит К чему К тому Что человек И сначала Ему кажется Что это Невозможно Никак Изменить Потом Через Некоторое Время Раскаяния Он чувствует Что меняется Ситуация Что ему Становится Легче Что как бы Ну Наступает Прощение Он начинает Видеть выход Чувствует Что есть Как бы выход И он тогда Начинает С большим Энтузиазмом Дальше Раскаиваться И приходит Время И в сердце Начинает Легкость Наступает И он уже Вспоминает Думает Об этом Человеке Которого Бросил Как о человеке В котором Что-то плохое В жизни Произошло Но в целом Мы друзья Он так думает У него появляется Теплое чувство К этому человеку В сердце И таким образом Бог отпускает Его сердце Замок Снимается Вот этой Злой судьбы Я вам на примере Просто вот этого Поступка Объяснил Как менять Свою судьбу Когда человек Раскаялся Уже победил Вот так То что он бросил Он уже никогда В жизни Больше никого Не бросит Никогда в жизни И поэтому Он семью Будет создавать Очень осторожно Потому что Он будет бояться Что опять Произойдет То же самое Это называется Проищита Проищита Карма Или проящита Карма То есть Карма Раскаяния Очень важная Карма В нашей жизни У каждого Человека Вот можете Не сомневаться У всех У вас Кто сидит В этом зале Есть поступки Которые Сейчас Тянут В плохую Судьбу И поэтому Каждый человек Должен Раскаиваться В своей жизни Обязательно Обязательно Надо какой-то Период жизни Посвятить тому Что ты только Раскаиваешься Вся духовная Практика Должна из этого Состоять И когда ты Раскаешься Вот пройдет Полгода Допустим Такого Раскаяния Знаете Что произойдет С вами Вы взлетите Психически Вы станете Как воробушки Вот так Жить будет Очень легко Хорошо Понимаете Сердце Освободится И жизнь Жизнь станет Легкой Если вы Чувствуете Такая Тяжесть Жизни Такой Как бы Тяжело Жить Очень Такой Камень На сердце Такой Тум Тум Тудум Парам Пам Пам Парам Пам Пам Понимаете Такая жизнь Как бы Как траурный Марш Это значит Пора Раскаиваться Уже Все Некоторые люди Когда у них Вот этот камень На сердце Копится Они начинают Пить Вот это Кстати Пьянство Это один из Видов Такой Неспособности Очищать Своё сердце Когда человек Пьет И пьет Допустим Почему Потому что Сердце Накапливается Грязь А он не знает Как её Очистить И поэтому Ему тяжело Становится И он думает Надо выпить Понимаете То есть Надо не выпить А раскаиваться В это время И это Будет Настоящее Очищение Потому что Водка Она просто Забытьё Человека Вводит Но там же Ничего не очищается Это просто Иллюзия Самообман Когда человек Раскаивается Он Наступает Такое Облегчение Теперь Есть одна проблема Я сейчас вам Объясню Её Проблема Заключается В том Что любой Поступок Который Улучшает Судьбу Сделать Непросто Знаете Почему Потому что Очень трудно Сделать Первый Шаг Ведь Не проблема Раскаиваться А проблема В том Что когда Есть два Типа Вообще Событий В нашей Судьбе Первый Тип Событий Событие Которое Ведёт К греху Оно Тянет За собой И Сделать Его Ну то есть Затягивает Затягивает Незаметно И тянет Всегда За собой Допустим Придёте Домой У вас Будет Выбор Или Обожраться И спать Лечь Или Просто Спать Лечь Спокойненько Понимаете И Хочется Так Обожраться И Утром Хочется Проспать И Это Все Хочется И Мужа Хочется Отругать Это Все Хочется Понимаете Само Хочется Плохое Само Хочется А вот Чтоб Хорошее Сделать Есть Одна Проблема Она Заключается В том Что Есть Препятствие В сердце Сесть Утром И начать Раскаиваться Есть Препятствие Но Я никогда Не занималась Эти Может быть Я займусь Будущим Когда-то Это Будет Завтра Но Не Сегодня Ну То есть Как бы Ну Вот Есть Какое-то Препятствие Понимаете Человеку Не тяжело Ему Тяжело Начать Это Делать И Поэтому Веды Рекомендуют Если Вы Хотите Поменять Свою Жизнь Начинайте Не Один Вот Знакомьтесь Друг С Другом Вот Здесь На Лекции Вот Смотрите В Риге Живет Много Людей Но Очень Мало Людей Которые Занимаются Духовной Практикой Или Приходят На Лекции Послушать О том Как Правильно Жить Таким Образом Здесь Собрались Уникальные Люди Поэтому Вам Радуга И предлагает В разные Кружки Ходить Общество Организации Для чего Для того Чтобы Собраться Все Вместе И Попробовать Пораскаиваться Попробуйте Когда в кучке Попробуйте Вам легче Будет Это Делать Ради Интереса Как Все Раскаиваются Вы Раскаиваетесь Ну Как Интересно Понимаете Все Вместе То Есть Вот Этого Препятствия Вот Сделать Это Нет Или Допустим Вы Не Знаете Как Рано Вставать Пожалуйста Есть Ретрит Максим Володин Проводит Для вас Ретрит Приезжайте На Три Дня У Вас Жизнь Как В Храме Три Дня Духовная Жизнь Рано Встаете И Вы Не Сможете Рано Не Встать Потому Что Стыдно Вы Приехали На Ретрит Как Вы Рано Встаете Все Вместе Проводите Молитву Все Вместе Проводите Различные Мероприятия Все Вместе Потом Ложитесь Спать Со Светлой Чистой Душой Поднимите Ру Кто Из Вас На Такой Ретрит Уже Ездил Вам Понравилось Почувствовали Счастливыми Себя Или Нет Ну Вот И Пробивается Вот Эта Заслонка Понимаете Человек Уже Знает Как Ему Надо Жить Все У Него Пошло Но Через Некоторое Время Опять Забывается Он Чувствует Я Раньше Так Хорошо Было Вот А Сейчас Уже Плохо Опять Значит Надо Активизировать Себя Как То Съездить Куда Пожить Правильно Для Этого Ретриты Вот Эти Все Существуют Или Собраться Вместе Вот Познакомиться Здесь Собраться Вместе Утром Допустим Выходной День И Пораскаиваться Вдвоем Там Или Втроем С подружкой Вместе Попробовать Один раз А потом Пойдет Уже Само По себе Понимаете Надо Как-то Вот Это Вот Ну Начать Делать Надо Себя Заставить Сначала А потом Пойдет Пойдет И Все Будет Хорошо Система Ясна Некоторые Люди Уже Привыкли Работать Над Собой Им Легко Самим Начать Но Большинство Людей Не Могут Начать Сами Им Нужна Какая То Помощь В Этому Поэтому Помощь Это Общение Правильное Общение В Этому Помощь Заключается Но Имейте Ввиду Чем Больше Вы После Этой Лекции Тянете С Тем Чтобы Начать Это Делать Тем Меньше Сил У вас Будет Это Делать Потому Что Лекция Она Дает Силы Она Заряжает Вот Смотрите Здесь Сидит 200 С лишним Человек И Все Хотят Поменять Свою Жизнь Это Действует На Сознание Создается Общая Атмосфера Определенная Которая Потом Останется В Вашем Сердце Но Если Вы Протянете Резинку То Атмосфера Это Постепенно Угаснет И Вы Опять Будете Жить Как Жили Подумайте Об Это Практика Необходима Просто Слушать Лекции Очищает Сознание Это Хорошо Но Все Должно Закончиться Практикой Потому Что Сначала Человек Напитывается Духовной Силой А Потом Он Начинает Ее Внутри Продуцировать Практиковать Я Когда Начал Заниматься Духовной Практикой Я Не мог Ничего Делать Работать Над Собой Как Бы Не Так Сильно Мог Как Сейчас Но Я Слушал Целыми Днями Лекции Я Ходил В Наушниках Слушал Слушал Музыку Лекции Слушал И Постепенно Напитался Этой Силой И Начал Сам Все Делать Понимаете То Так Человек Должен Жить Он Сначала Напитывается А Потом Начинает Сам Двигаться Вперед Уже Поэтому Надо Лекции Духовную Музыку Ставить У себя Дома Чтобы Постоян Этот Звук Шел Который Будет Поднимать Сознание Давать Возможность Жить Развивать Себя Через Звук Развитие Идет Надо Слушать Духовную Музыку Даже На ночь Я Включаю Даже На ночь Духовную Музыку Чтобы Даже Ночью На меня Плохого Влияния Никакого Не Произошло Это Называется Прощита Карма Очищение Сознания Некоторые Голодают Очищая Сознание Но Лучше Голодный День Делать Для того Чтобы Духовно Развиваться Если Человек Голодает Для своего Здоровья То Что Происходит В голодание Входит Эгоизм Вот Смотрите Я Голодаю Для своего Здоровья Результат Такого Голодания У меня Копится Желание Покушать Я Потом Съедаю Все Что Шевелится И не Шевелится Вокруг У меня Голод Развивается Такой Сильный Что Я Начинаю Все Есть Подряд Все Что Попадается Под руку Но Веда Объясняет Как Избавиться От Этой Проблемы Не Надо Это Настраиваться Что Ты Голодаешь Просто Ты Не Ешь И Молишься Целый День И Занимаешься Духовной Практикой В результате На Следующий День Кушать Не Хочется Потому Что Вся Это Голод Весь Ушел Эта Энергия Голода Ушла В духовную Жизнь Понимаете Вот Эти Посты Связаны С Духовной Жизнью Они Очень Ценны Они Реально Очищают Сознание И Это Мощный Вид Прощита Очищения Человека От Грехов Следующий Вид Деятельности Очищающий Жизнь Человека И Дающий Ему Как Счастье Называется Картовья Карма Картовья Карма Это Деятельность Которую Человек Совершает Для Продления Своей Жизни Она Очищает Человека Отблагораживает Это Важная Деятельность Есть Определенный Перечень Какая Это Деятельность У меня нет Сомнений Что Именно Это Надо Делать Первое Что Для Продления Жизни Надо Делать Это Соблюдать Режим Дня Если Ты Не Соблюдаешь В среднем Дня Ничего Не Поможешь Рано Не Встаешь Рано Не Ложишься Вовремя Не Кушаешь Неправильно Отношишься К труду Значит Будут Проблемы Второе Что Человек Должен Делать Для Продления Своей Жизни Он Должен Каждый День Повторять Молитвы Благоприятные И Прощать Просить Прощения Он Должен Очищать Своё Сердце Иначе Ничего Не Лега Именно Или Цигун Два Вида Гимнастики Я Вам Рекомендую Почему Потому Что Это Статические Упражнения Динамические Упражнения Дают Тонус Человеку Дают Возможность Ему Активно Трудиться Поэтому Они Тоже Хороши Но Статические Упражнения Обладают Уникальной Силой Что Происходит Человеком Когда Человек В одном Положении Застывает Тонкие Каналы Которые Сами По себе Засоряются Они Прочищаются От этого Понимаете У нас Есть На тонком Плане Определенная Энергия Забивающая Жизненные Каналы И дающая Хронические Заболевания Человеку У вас У всех Эти Каналы Забиваются Не волнуйтесь Знаете Вы об этом Или нет Я могу Пальцем Показывать И говорить У вас Этот канал Забит У вас Этот канал Забит Но У всех Забиты Каналы У всех Поэтому Ежедневного Очищения Каналов Это упражнения Хатха-йоги Статические Упражнения Также Есть Упражнения Которые Очищают Каналы Это Задержки Дыхания Такие Упражнения Есть Надо Задерживать Своё Дыхание Дыхательное Упражнение Называется Пранаяма Или В цигуне Тоже Есть Дыхательное Упражнение Надо Учиться Дышать Задержками Дыхания Очищает Существование Следующий Вид Очищения Это Голодание Но Даже Больше Чем Сухой Пост Самый Лучший Пост Это Пост На Для Очищения Организма Это Пост На Овощных Соках Допустим Хорошо Очищает Организм Свекольный Сок Или Сок Из Сырых Кабачков Допустим Сок Из Тыквенный Сок И так Далее То есть Сырые соки Очищают Человека Какой Сок Выбрать Который Нравится Чувствуете Мне нравится Этот сок На нем И поститесь Только Один сок Этот Пейте Морковный Сок Может быть Сырых Овощей Смотрите Соки Овощей Очищают Каналы Психические А фруктовые Соки Они Очищают Тело Допустим В теле Нарушение Обмена Веществ Нарушение Допустим Какие-то Слизь Накопилось То есть Фруктовые Соки Они Тело Очищают А овощные Соки Очищают Тонкие Каналы В организме Ну и Тело Тоже Очищают Сочетание Хатха-йоги И соков Овощных Сильно Очищает Организм Еще более Сильно Очищает Организм Панча-карма Это Такой Аюрведический Комплекс Который Включает В себя Промасливание Тело Рвотные Слабительные Даже Кровопускание Там Пиявки Прилагают И так далее Ну то есть Это мероприятие Очищающий Организм Длительное Мероприятие Три недели Человек Этим Занимается Веды говорят Несколько раз Раз в несколько лет Надо съездить На панча-карму Там где в клинике Проводят ее И поочищать Организм Выбрать Две недельки Три недельки И очистить Свой организм Это будет Очень полезно Для вас Следующий Такой метод Кардинального Лечения Дающий Возможность Очистить Организм Это метод Разработан Мною Я вам сейчас Расскажу Этот метод У нас Всего В организме Как бы Вот организм Энергетически Как матрешка Состоит Из различных Слоев Понятно Каждый слой Определяет За определенные Функции Организма Отвечает Допустим Сегодня одна женщина Ко мне подошла И у ней На самом первом Как бы Первый слой Называется Раса-дату И у нее В этом слое Первом Матрешке Есть Шесть каналов И на одном Из шести каналов На самом наружном У ней Накопилась Капха И в результате У ней Аллергия Хроническая Аллергия Которую никак Вылечить невозможно Кроме Перечисленных Мной методов Сейчас Что мы делаем В нашей клинике Мы обнаружили Вот всего Получается Таких Как бы Мелких Каналов Тонких 42 Есть всего Семь Как бы Слоев Таких Основных И Эти семь Слоев Делится На шесть Слоев Каждый Из них Шесть Семь Получает 42 У каждого Человека Из вас У каждого Человека С самого Начала От рождения На четырех Из этих Сорока Двух Каналов Каналов Вот этих Мелких На четырех Из 42 Всю Жизни Копится Капха Ну то есть Вещество Блокирующее Эти каналы У каждого Человека На каком-то Из 42 Каналов Она копится И создает И создает Какой-то Вид То есть Получается Всего Четыре Вида Хронических Заболеваний У человека Копится В организме Причем Вот всего Семь этих Дату Семь каналов Больших Вот А каждый Из них На шесть Подуровни Делится Вот Три Вида Капхи Копится На трех Из семи Вот этих Больших Каналов А один Вид Капхи Копится По соседству Ну то есть На одном Канальчике Два Сразу Копится Понимаете А на остальных По одному Получается Всего Четыре Вот так Это наше Исследование Мы провели Такие исследования Много людей Протестировали И увидели Что вот так Происходит И вот эти Вот эта капха Она дает Все виды Хронических Заболеваний Все Абсолютно Начиная с шизофрении Заканчивая Эпилепсией Гепатитами Аллергиями Астмой Чем хотите И если вы Не будете Заниматься Хатха-йогой Не будете Делать Дыхательные Упражнения Не будете Паститься Не будете Очищать Свой организм Таким образом Она будет Себе копиться И копиться И наступит Момент И у вас Что-нибудь Замкнет Или пища Не будет Перевариваться Или еще Что-нибудь Или суставы Начнут болеть Ну то есть Все что угодно Поэтому Если вы чувствуете Что уже Замкнуло Начните Заниматься Хатха-йогой Дыхательным Упражнением Постепенно Вам станет Лучше По мере Очищения Организма От капхи Будет Улучшение Происходить Происходить